Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. При смене водительских прав, когда новые граждане Израиля, новые репатрианты приезжают в страну, по действующему законодательству в течение первых трех лет они могут заменить права, полученные в стране исхода, на права израильские, на водительское удостоверение израильское, без пересдачи правил дорожного движения и вождения. Казалось бы, очень хорошая и очень полезная инициатива. Этот закон был принят несколько лет назад, до этого пересдавали. Но оказалось, что дьявол скрывается в мелочах. И вот одна из таких репатрианток обратила внимание на то, что после того, как она получила израильские водительские права, в них не был указан стаж ее предыдущего вождения, ее стаж водительский в стране исхода. Исходя из этого, она столкнулась с тем, что при оформлении страховки на машину, ее страховка оказалась в два, а то и в три раза больше, чем обычная страховка, аналогичная страховка человека, который обладает израильским водительским удостоверением уже давно. С этим она обратилась к вице-мэру города Решен-Лицона Максиму Бабицкому. И Максим взялся попытаться, по крайней мере, эту несправедливость устранить. На связи с нашей студией Максим Бабицкий. Максим, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Две маленькие поправки. Во-первых, не вице-мэра, а заммэром. Ну, плохо тот солдат, который не хочет быть генералом. Да. Значит, смотрите, дело в том, что вторая поправка заключается в следующем. Действительно, наше государство принимает сегодня, признает сегодня водительские права из страны исхода. Только нужно оговорить, что при условии, что этот стаж в стране исхода был не менее пяти лет. О чем ты говоришь? Человек, сделавший репатриацию или вернувшийся в Тушаб-Хузель в Израиль, сегодня просто меняет права, вместо того, чтобы сдавать экзамены, потому что мы признаем, что если у него был стаж пять лет за границей, то он опытный водитель. Что происходит далее? Несмотря на то, что мы, да, признаем, что опытный водитель. Поскольку стаж свыше пяти лет, мы, то есть наше министерство транспорта, выдает ему права, в которых дата его водительского стажа указана с момента выдачи в Израиль. То есть для Израиля и для страховых компаний Израиля является новым водителем. Здесь есть еще одна проблема. Мы все знаем, что для того, чтобы сделать страховку на автомобиль, есть два параметра, которые, три параметра, которые очень сильно влияют на оплату этой страховки, на цену. Первый параметр – это возраст. Здесь все понятно. Если человек до 24 лет, он молодой водитель, его страховка дороже. Второй параметр – это его стаж. Если у него стаж маленький, соответственно, он новый водитель, страховка очень сильно дорожает. Третий параметр – чтобы у человека три года не было аварий, но при этом была страховка. Репатриат, приехавший в Израиль, не может доказать, что у него три года не было аварий, поскольку репатриат об Израиле просто не жил. Он не может взять справку, которую от него требуют, и страховой компании Израиля, чтобы не было аварий. Он не был застрахован. А справку с страховой компанией в стране исхода он не может взять? Нет, это не принимается. И вторая проблема, то что мы сказали ранее, что ему пишут, что он новый водитель. Как, если мы требуем сами, чтобы люди предоставляли нам доказательства, что их права не менее пяти лет, почему в таком случае мы не указываем в новых правах дату их реального опыта? То есть, как и не учитывается стаж вождения в стране исхода. Человек может 20 лет работать водителем на большегрузном автомобиле, но ему ставят водительский стаж с момента получения водительского удостоверения в Израиле. Да, и это театр абсурдов. Если бы мы не признавали вообще водительский стаж за границей, то зачем бы мы тогда требовали, чтобы люди нам показывали, что у них минимум 5 лет водительского стажа для замены прав. Раз мы это требуем, значит мы да, признаем стаж. Если мы признаем стаж, почему мы его не указываем? И вот ко мне действительно обратилась женщина, у которой возникнет какая-то проблема. Возникла не только у нее, как я начал выяснять, оказалось, что это происходит со всеми репатриатами. Люди просто не обращали внимания, не понимали всей трагичности ситуации, что получается, что они должны в 2-3 раза больше заплатить за страховку. Да, им говорят, что страховка стоит X денег. Они не знают, сколько на самом деле она должна стоить. Они оху так вот говорят, что это очень дорого в Израиле, это ужасно дорого в Израиле, не понимая, что это дорого в Израиле именно в их ситуации. Так вот, я столкнулся сейчас уже с десятками таких семей репатриантов. Я связался со страховыми компаниями. Они подтвердили мне, что они ничего не могут сделать, поскольку у этих людей, первое, отсутствует справка о том, что нет 3 года аварии. И второе, у этих людей, для них, получается, нет стажа водительского. Я поднял эту тему, я написал официальное письмо к министру транспорта в мире РЭГ. Объясни я эту проблему. На данный момент я пока еще не получу ответа, поскольку письмо я послал буквально пару дней назад. Я понимаю, что сейчас все заняты короной, другими вещами. Я скажу просто о цифрах. К примеру, женщина, которая собиралась, не собиралась, которая купила машину и на основании замененных прав сделала страховку, в обычной ситуации она бы получила страховку примерно за 3-3,5 тысячи шекелей. В ее ситуации ей первоначально все компании дали цену от 10 до 11 тысяч. И потом она смогла найти через, я не знаю, большое количество агентов за 8800 вместо 3-3,5 тысячи. 8800 шекелей для репатрианта, который только приехал в Израиль. Это больше 2000 евро, просто чтобы понятно было соотношение цифр. Да, я считаю это абсолютно несправедливо. И это нелогично, и это проблема, которую нужно решить, потому что это действительно большие деньги. Теперь, смотрите, эти люди, получается, они будут не только один год платить эти деньги, они будут и второй год, и третий год. Через 3 года у них уже будет 3 года стажа, 3 года стажа без аварийного, дай бог, если они не сделали аварийный, страховку будет дешевле. Через 2 года они не будут считаться новыми водителями, но первые 2 года эти люди получат не за что. За повышенную оплату, посчитайте, эта оплата превысит, я думаю, где-то 5 тысяч в год, умножьте на 2, то есть порядка 10 тысяч в год. Такой репатриат должен будет заплатить просто так, из-за того, что Министерство транспорта не указало его стаж. То есть это просто, я пытаюсь понять, это просто ошибка в инструкции, которая издана Министерством транспорта. Потому что закон говорит о том, что права могут поменять без проверки знаний только те, у кого стаж не менее 5 лет. Значит, если человеку поменяли права, то он уже по умолчанию имеет стаж как минимум 5 лет. Но это нигде не отмечено. То есть это чисто нарушение в какой-то инструкции. И вопрос теперь следующий. Значит, если Министерство транспорта откликнется и изменит эту инструкцию, то тогда как бы все понятно. В этом случае, есть ли повод, на ваш взгляд, тем людям, которые пострадали от этих вот, так сказать, неграмотных действий Министерства транспорта, каким-то образом попытаться получить возврат этих денег? Я без осмотра их вернусь, скорее всего, только через суд. Ну, разумеется. И до этого, видимо, им нужна будет коллективная жалоба. То есть представительский иск. Коллективная жалоба. Если у них это получится, вопрос тоже, опять же, это вопрос, скорее, адвокатов. На кого подавать? На Министерство транспорта или на страховые компании? Нет, страховые компании тут ни при чем. Извините, я не адвокат, но чисто по документам страховые компании работают, так сказать, по закону. Если у них написано, написано. То есть они тут ни при чем. А вот Министерство транспорта, которое допустило такую оплошность, они отвечают за это? Совершенно верно. Как мы знаем, подавать против государства можно, в принципе, высшить свою справедливость. Поэтому, если найдется адвокат, который захочет это сделать, и, соответственно, люди захотят заниматься этим. Опять, я напоминаю, что мы говорим про репатриарх. Это люди, которые, в принципе, не очень-то сильно защищены, они не знают законов, они не знают языка. Это слабые свои населения. Как ни крути. Это люди, которые приехали в страну, которую они еще не знают. И моя цель на данный момент добиться, чтобы эти люди перестали страдать от этой ошибки. Те, кто уже сделали, например, вот в данной ситуации с этой женщиной, у нее 10 лет поднительского стажа. Она уже сделала дорогую страховку. Если сейчас мы сможем отменить и изменить это, и им поменяют права, они хотя бы смогут отменить эту страховку и сделать заново по уже дешевой цене. Максим, спасибо большое. Я хотел бы попросить вас, когда вы получите ответ от Министерства транспорта, поставить нас в известность, и мы продолжим этот разговор. И в зависимости от того, каков будет ответ, будем принимать решение, что делать дальше. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, мы беседовали с заместителем мэра города Решиона Лицеона Максимом Побицким. Всего доброго, до свидания.